2,5 тысячи франков, это около 90 тысяч рублей в месяц, от государства может получать каждый житель Швейцарии. Такое предложение обсудят на референдуме. Чтобы всенародное собрание состоялось, уже собрали более 100 тысяч подписей. Идея безусловного базового дохода, определенной суммы из госбюджета, которая будет выплачиваться каждому жителю, независимо от возраста и работы, похоже, уже не просто утопия. Продолжит тему Андрей Баранов. Чтобы наглядно показать привлекательность своей затеи, и немецкий художник Энна Шмидт, вот уже несколько лет продвигающий в Швейцарии идею безусловного базового дохода, взял в банке кредит мелочью и заполнил самосвал 8 миллионами монет, по одной на каждого швейцарца. Купание в деньгах перед зданием парламента в Берни не просто запоминающийся перформанс. Так Шмидт и его единомышленники отметили сбор более 100 тысяч подписей. Столько нужно, чтобы гражданская инициатива в Швейцарии стала темой всенародного референдума. Размер безусловного дохода должен быть таким, чтобы человек мог прожить на него в одиночку, не испытывая нужды, но при этом и не на широкую ногу. Мы старались учитывать и возможный доход семьи из двух взрослых и двух детей. Выдача каждому определенной суммы из бюджета. В Швейцарии предлагают раздавать по 2,5 тысячи франков, не в зависимости от возраста, трудоустройства или уровня жизни, хоть и кажется утопией, давно занимает умы экономистов. Эксперименты, проводившиеся в США, Канаде, Бразилии и некоторых странах Африки, показали, что подобные выплаты заставляют людей лучше учиться, вести более здоровый образ жизни, совершать меньше преступлений и способствуют развитию предпринимательского духа. Финансовый тыл дает возможность более осознанно выбирать род занятий. Допустим, вы зарабатываете 6 тысяч франков, и вам просто так дают 2,5. Неужели вы откажетесь от работы ради меньшей суммы? Вы все равно будете работать, чтобы поддерживать свой образ жизни. Все хотят больше денег, одно другому не противоречит. 2,5 тысячи швейцарских франков в месяц не сделают вас баснословно богатыми. По нынешнему курсу это что-то около 90 тысяч рублей, но по швейцарским меркам сумма довольно скромная, даже меньше среднего пособия по безработице. Тем не менее, авторы инициативы полагают, что этого абсолютно достаточно, чтобы полностью изменить уклад жизни и образ мышления каждого швейцарского гражданина. Выдавать ежемесячное пособие предлагается и всем приезжим, но лишь до тех пор, пока на территории Швейцарии они находятся легально. Для того, чтобы система заработала, придется пересмотреть выплату зарплат, социальных пособий и, главное, сбор налогов. То, что начиналось как арт-проект с философским уклоном, теперь повод для политических дебатов. Зачем? Давать деньги тем, кому они не нужны, отнимая их у тех, кто действительно не может себя прокормить. Эта идея, если она станет реальностью, рано или поздно разрушит общество. В конце концов, кто будет делать неприятную, но необходимую работу? Даже в кризис средний доход швейцарской семьи после выплаты всех налогов около 100 тысяч честно заработанных долларов в год. Голосовать за спорную реформу гражданам республики придется не раньше, чем через пару лет. Прежде предложения рассмотрят в правительстве и парламенте. Опросы, правда, показывают, большая часть швейцарцев к идее бесплатных денег относятся скорее настороженно. Андрей Баранов и Евгений Полойко, ТВ-центр, Базель, Швейцария.